В этот восьми подъездный дом прокурорская проверка нагрянула после сигнала жильцов. По ее итогам в адрес директора управляющей компании было вынесено постановление о возбуждении административного дела. По результатам проведения в отношении директора возбуждено административное дело, то есть по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Данное дело направлено на мировой суд. Санкция данной статьи предусматривает на должностное лицо штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо дисквалификацию до трех лет. Жалобы в прокуратуру написали жители вот этого шестого подъезда. Мы приехали сюда, прошли с первого по девятый этаж и, мягко говоря, оказались удивлены. Подъезд чистый, светлый. Более того, всего лишь полтора года назад здесь был сделан капитальный ремонт. Так чем же недовольны жильцы? Лифт работает, свет горит, провода не висят, новые почтовые ящики. Краска на стенах не облупилась. Как оказалось, причина проверки – затянувшийся конфликт двух соседей. Один самовольно установил на двери видеокамеру. Второму такое самоуправство не понравилось. Результат – жалоба в прокуратуру. А он самовольно установил видеокамеру? Да. Разрешения от жильцов нет. А почему тогда претензии к управляющей компании? Ну, проверка пришла дому. Соответственно, он полностью проверил подъезд. У нас есть кое-какие нарушения, есть кладовки некоторых квартир. Мы им дали срок до пятницы, чтобы они устранили. Остальные замечания, такие как отсутствие плафона на первом этаже и трещины входной группы и лестничных маршей, жилищники уже устранили. Трещины, вот вы сами видите, да, на сегодняшний день мы их устранили, высохнут. Потом в дальнейшем покрасим, приведем соответствующий вид. А между тем, проблему дома куда более весомых хватает, особенно в тех подъездах, куда ремонт еще даже не заглядывал. А вы посмотрите сами на дом. Вот у нас, в частности, вот этот подъезд, первый этаж, ремонт сделали, первый этаж, космический ремонт кое-как, и все, на том и закончилось. Вот правда, в первом подъезде, там, видимо, старшая по подъезду, в третьем подъезде что-то еще сделалось. Но это отвратительно. С 1984 года здесь же, с момента заселения. Скверно. Первый подъезд действительно в счастливчиках. Там вовсю идут ремонтные работы. Со слов директора управляющей компании, другим подъездом ждать осталось тоже недолго. Ремонт Махитова 32, первый, второй подъезд будет выполнен в этом году, в 2017 году. Четвертый, пятый, седьмой подъезд по графику будет выполняться в 2018 году. То есть на следующий год этот дом полностью закончен. Наталья Лушникова, Ренат Харасов, Новости НТР.